Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы рассмотрим партию 10-го чемпиона мира Бориса Спаскова, которую он сыграл в далеком 1949 году. В этой встрече противником юного Бориса был Арвид Виллуп, который играл черными фигурами. Итак, Спаски открывает партию ходом ферзевой пешки. Черный отвечает симметричным d5. На доске получается славянская защита. Черный максимально укрепляет центр. Билл открывает диагональ для развития белопольного слона. А чернопольного хотят развить на большую диагональ. Виллуп переходит к построению каменной стены. Белый готовит рокировку в короткую сторону. Черный выводит слона на поле d6. Белый нажимает на пешку f5. И могут при случае поменяться на поле d5. Если черный забирает пешка e, то падает пешка f5. В этом положении самым логичным выглядит ход коня f6, подготавливая рокировку в короткую сторону. Но черный предпринимает фланговую диверсию, применяя пижонский ход f6, словно хотят закидать своего соперника шапками. Белый обеспечивает безопасность королю. Черный, казалось бы, готовит рокировку. Спаски решает проблему с развитием своего чернопольного слона. Арвид создает угрозу коневой вилки. Спаски защищается ходом a3. И черный приступает к пешечному штурму на королевском фланге. Как известно, на фланговую атаку необходимо отвечать контрударом в центре, что и делает юный Борис Спаский. Выясняется, что черный не могут дважды взять на поле e5 из-за хода слон b2, и черный несут материальные потери. Но и отступление ферзя на поле f7 немногим лучше, поскольку у белых есть ход b4. Они могут в любой момент вскрыть центр доски, либо пойти b5, либо забрать на поле a6 и попытаться подобраться к необеспеченному черному королю. Возможно, ввиду этих вариантов виллу подказывается от размена на поле e5 в пользу хода конь g6. Но теперь Борис Спаский играет f4 с идеей либо пробить на поле g5 с последующим ходом e4 и вскрытием центра, либо забрать на поле d5, поменяться на a6 и внедриться своим ферзем на поле c6. Как показывает компьютерный анализ, черным лучше всего здесь было защищаться продолжением слон d7, как раз защищая пункт c6. Правда, после размина на поле d5 белые могут лишить вражеского короля права на рокировку, затем поменяться на поле g5 и все-таки вскрыть центр. Но черные здесь еще могут держаться. А вот продолжение в партии конь b8 явно хуже. Черные преследовали ту же цель уклониться от возможности белых, поменяться на d5, взять на a6 и внедриться ферзем на поле c6. Но, как мы понимаем, конь идет на начальную позицию. И теперь белый меняется на поле g5 и с темпом вскрывает центр доски. Именно это и является типовым приемом игры против необеспеченного вражеского короля. Здесь черный отступает ферзем на поле h5, но пропускает штыковое g4. Белый жертвует пешку и при этом вскрывает линии. Продлить сопротивление позволял ход ферзь h3. Правда, после взятия на поле f5, белый, конечно же, владеет инициативой за счет огромного преимущества в развитии и плохой позиции черного короля. Ну а принятие жертвы пешки в партии является уже решающей ошибкой, поскольку теперь белый пробивает на поле g6. И чем теперь забирать черным? Если они забирают пешкой, то получают ход e5. Создавая угрозу удара на поле g6 с выигрышем ферзя, а также нападая на слона. Ввиду этого Виллу пришел забрать на поле g6 именно ферзем, но и здесь белый выигрывает фигуру ходом e5 с атакой ферзя. На отступление они забирают на поле d6, черный пытается вскрывать линии. Борис Спасский уклоняется от данной возможности. Отдает пешку на поле d4, черный эту пешку забирает, король отступает на поле g2. Дальше был сделан ход e5 в попытке использовать свои централизованные пешки. Но у белых находится красивый комбинационный удар слон g6. Борис Спасский жертвует фигуру. Если эту фигуру забрать, тогда черный получает форсированный мат. На отступление короля шаг с поля f7, затем шаг от ферзя и на отступление на поле d8 черный король получает мат. Арвид Виллу подступил королем на поле d7. Борис напал на ферзя и на отступление сыграл ладья f7. У белых также решающая атака. Брать пешку на поле d6 нельзя из-за комбинационного тычка c5. Завлекая ферзя на это поле. Ясно, что на взятие будет ход слон e5 с выигрышем. А на уход короля на поле e6 последует мат f5. Так что черный король отступает на поле d8. Борис Спасский предлагает размен белопольных слонов. И после размена на поле f5 черные наконец-то выводят коня по направлению в центр доски. Но белый этот центр продолжает решительным образом вскрывать. Размен на поле d5. Затем шаг с поля c7. И на отступление взятие на e5. В этот момент черные сдались. Поскольку на взятие конем на поле e5 последует мат ферзь e7. А что делать? Отдавать ферзя? Тогда у белых будет огромное материальное преимущество. Что ж, друзья, если вам понравилась эта партия, поддержите данный ролик лайком, кабанем ударом в колокол, репостом, комментарием. Потому что шахматы это круто.